22-е заседание Думы Белоярского района началось с поздравлений в адрес Руслана Шахалиева, депутата совета депутатов городского поселения Белоярский, генерального директора общества сервис импорттехника. Глава Белоярского района вручил ему почётную грамоту Думы Югры за многолетний эффективный труд и значительный вклад в развитие ЖКХ региона. Единственным вопросом этого заседания было рассмотрение и утверждение стратегии социально-экономического развития территории до 2020 года и на период до 2030 года. Предыдущая была разработана в 2014 году, сегодняшний документ был актуализирован и представлен депутатскому корпусу. Мы в стратегии должны написать векторы для того, чтобы достичь показателей согласно указа президента. Я, может, буду нескромным, но Белоярские всегда, на мой взгляд, выбирали правильный вектор развития. И, наверное, согласитесь, что очень часто бывает тех показателей, которые мы добиваемся, потом выходит указ президента и нас чётко прописывают те показатели, которые в Белоярском районе уже имеются. Глава Белоярского района говорил об успехах территории. Наши дети учатся в одну смену. Малыши с полутора лет имеют возможность посещать дошкольные учреждения. Рост промышленного производства только за 9 месяцев этого года составил 120%. Развивается городская среда, благоустраиваются дворы и улицы. Уверен, что у нас стартовые условия гораздо лучше, чем в других муниципальных образованиях. Стратегии разрабатывал с учётом федерального и окружного законодательства. Губернатором Натальей Владимировной Комаровой и правительством автономного округа была поставлена задача по актуализации действующих стратегий развития муниципальных образований в соответствии с нормативно-баловой базой и стратегией автономного округа до 2030 года. Разработка прошла все необходимые стадии подготовки. Актуализацию информации о существующем социально-экономическом развитии территории. В соответствии с этим актуализация стратегии. Этим вопросом занимался Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан, заместитель директора учреждения Алексей Фазлыев и представил документ на заседание Думы. Он отметил, что многие показатели, которые ставились перед муниципалитетом, стратегии, уже достигнуты. И на сегодняшний день документ предлагает задачи нового уровня. Беворусский район является одним из лидеров России по социально-коммерческому развитию. В целом, мы сегодня видим, все, кто приезжает сюда, в город, отмечают, что город очень современный. Он очень современно оформлен, как живые дома, как здания, как уличная инфраструктура. То есть мы сегодня видим, что город очень мощно развивается. Если говорить конкретно, что произошло нового за 4 года, мы видим, что... Если раньше мы говорили о том, что город немножко изолирован от внешней среды, то на сегодня мы видим, что в город пришли все крупные сетевые игроки. То есть Магнит мы видим, мы видим Оптима, мы видим ДНС. Сегодня город является частью глобальных процессов, которые происходят в Российской Федерации. Город полностью интегрирован в экономику Российской Федерации. Белоярский – современный, сбалансированный развитый муниципалитет. Специалисты отмечают, что со времени создания первой стратегии изменились и сам подход к разработке документа, и требования населения к социально-экономическому развитию территории. Мы израбатываем стратегию нового уровня. То есть мы говорим теперь уже, что требуется сделать следующий шаг для пути развития Белоярского. Требуется интегрировать город в российскую транспортную инфраструктуру, то есть построить мост через реку Оптима. Город будет полностью интегрирован. Это уже следующий этап. Поэтому потребуется в том числе и актуализация вот этого документа, и, соответственно, вот этот документ сегодня был рассмотрен. Депутаты имели возможность задать свои вопросы руководству Белоярского района, разработчикам стратегического документа. В результате парламентарии своим решением утвердили стратегию социально-экономического развития Белоярского района до 2020-го и на период до 2030-го года. Кирмена Таджиева, Валентина Иванова, Петр Михалап. Время новостей. Белоярске.